Повестка дня еще была подвещена в понедельник на официальном сайте. Мы рассчитывали очень, что может во вторник, может в среду, Башкан представит состав и структуру, и мы бы тогда собрались в президиум и добавили бы вопрос. За три дня, то есть по закону, по-другому никак нельзя. Но, к сожалению, мы получили только состав в четверг после обеда. И это уже нарушение, мы не могли включать его в повестку дня. К сожалению, вы все видели, что председатель комиссии юридической, Который прекрасно знает, что это нарушение, Но он ссылался на какой-то инцидент, вроде бы когда-то что-то было. Хотя мы знаем, что каждый из нас, каждый человек старается, Если что-то и было, так поправить это, не идти еще раз нарушать. Но там, видимо, совсем другой был заказ, поэтому старались включить его. К счастью, за это предложение проголосовало только трое депутатов, Которые хотели, чтобы было нарушение. Мы посчитали, что нарушать нельзя, потому что прекрасно понимаем, Что обязательно бы обжаловали. И тогда весь исполком был бы незаконный. Мы это не хотели, потому что в первую очередь был бы виноват я. И мы не пропустили это решение. Вы уже все видели. Что касается структуры, я бы хотел сказать, я уже говорил об этом. И хочу еще раз, чтобы Башкан обратил на это внимание, Чтобы потом мы там, внизу, в Народном собрании, не начали разбираться, Для чего надо увеличивать структуру? Там же зададут вопросы. Какая программа? Это во-первых. Во-вторых, если вы уже увеличили одну структуру одного человека, Не получится, потому что надо нечетное число. Исполком должен быть нечетным числом. Надо тогда еще одного. Чтобы было 23. Было 21, пусть будет 23 тогда. Они этого не понимают. Надо увеличивать. А зачем увеличивать? Я слышал, что Петров, наш депутат, вроде бы он заместитель, да, является. Он говорил, что он будет заниматься дипломатией. Ну, как вам сказать, во всем мире дипломатией занимаются внешние связи. Это и Министерство иностранных дел. У нас, в нашем случае, управление внешних связей. Ну, я бы понял, если бы эту должность занял Петров, И пусть еще заместителем будет. Но эта должность уже есть. Она занимается внешними связями. Понимаете, дипломатией занимается. Зачем эта должность? Это придется там уже объяснять. Поэтому там должны... Структура уже хорошо... Мы рассчитывали, что она уменьшится. Что соединят некоторые группы вместе, некоторые управления. Ну, потому что почему-то видимо увеличение. Я думаю, что они подумают. Пашка буквально сегодня же, вот полчаса назад, полпятого, она представила это же обращение, чтобы мы 2 августа собрали специальную сессию и опять же провели исполком. Состав и структуру утвердили. Я хочу сказать так. Мы понимаем, что, да, они говорят, что время пришло и надо работать, потому что какие-то проекты, они должны уже скоро работать, и люди ждут этих проектов и тому подобное. Да, мы все это понимаем. Мы готовы помочь даже в этом. Но хочу одну вещь сказать. Коль так спешат и так хотят работать. Два месяца мы специально сделали выборы до инаугурации. Два месяца, чтобы смогли набрать состав и структуру исполкома. Два месяца, вы понимаете. Не три дня, не пять дней. Два месяца. Мы рассчитывали, что 19-го пройдет инаугурация, а 20-го нам подадут. Но 20-го не было. Только 27-го дали и быстрее сейчас нас гоняют. Нельзя идти незаконно. Тем более, что к нам приходили люди непротлоченные, патриоты, и просили народное собрание, чтобы мы по закону работали, потому что автономия Гагаузии не для гастарбайтеров. В автономии у нас тоже есть специалисты-профессионалы. В автономии у нас есть образованные тоже люди. И знающие гагаузский язык. Потому что, когда касается гагаузского языка, нам начинают говорить, что вы в центре внимания ставите гагаузский. Мол, там профессионалы. Подождите, у нас и профессионалы есть. Не надо гагаузский народ по этому пути проталкивать. Это не нравится нашему народу, чтобы понимали. Мы не готовы, чтобы нас купили за любые деньги, и чтобы мы подчинялись кому-то. И я хочу вам сказать откровенно, никаких переговоров, никаких указаний я не получал от центра, чтобы поменять что-то. Мы только по закону хотим. Я знаю, что хотят наши люди. Я не хочу, я буду здесь жить еще, и буду ходить по Гагаузии. Я хочу с открытыми глазами ходить, чтобы на меня не плевались потом. То, что касается ажиотажа, ну, об этом нам было известно еще в вчерашнем дне. Там готовились, предупредили, что в Чадрунге, во всех районах готовятся люди. Это тоже понятно. Это неприятно, конечно, такими методами работать, начиная с первого дня. Я хотел бы сказать как раз позже случаям башкану, что надо поменять методы свои. Потому что нам еще работать много-много. И если по этим путем пойдем, народу это не нравится. И не просто не пойдет. Тот шантаж, тот натиск давления, которым хотят, чтобы мы приняли какое-то решение, не пройдет просто. Никак не пройдет. Это уже старые методы, понимаете. И мы знаем, что те люди, которые сегодня на улице были, у нас избирателей в Гагрузии намного больше. Вы знаете, где-то по делу 60 тысяч избирателей к нам выходят. И мы встречаемся с избирателями, чтобы вы понимали правильно. Мы знаем их мнение. Это не те проплаченные люди, которые по 500 лей получают, выходят сюда. А некоторые еще бонусы получают, которые горлопанами являются, еще по 300 лей. Это уже доказано. Этот путь, мы по этому пути не пойдем. Вы видели, что они наших патриотов уже обзывают. Те люди, которые еще только кандидатами являются, исполком, они их учат, как правильно, предателями называют их. Это абсолютно неверно. И вот это, наоборот, сплачивает наших людей. Они не понимают этого. Я думаю, что люди наши все понимают и все будет меняться. А что касается самих проектов, вроде бы народное собрание, депутаты, мешают сейчас проведению этих проектов. Посмотрите, на выборах Башкану, нашим сейчас, и ее командой, было много обещаний, да, что после выборной кампании начнутся проектные работы сразу, со второго дня. 15 мая закончились выборы. Вообще, кто мешает, я бы хотел узнать, как мешают депутаты провести эти проекты. Ну, как мешают. Эти проекты, они через казначейство не проходят и не пройдут. К ним депутаты не имеют никакого отношения. И с полком тоже. С этими проектами напрямую будут связаны инвесторы. Посмотрите, вот нам стадион сделали, да, Тика. Нам делают колледж. Мы даже не знаем, что они делают. Они закончили, сдают нам, дают нам бумагу и все, закончилось на этом. Так вот пусть работают с проектами. Зачем мутить голову людям? Никто абсолютно никому не мешает. Завтра пусть придут, начинают работать, мы спасибо скажем, поддержим. Но народное собрание к этому ничего не имеет.